Фотография и литература Понимаете, да? Если эту женщину сфотографировать, ну такой вот бесстыдный, ну с закрытыми глазами вот нажал вот так, мы увидим столько подробностей, количество там петель на чулках, количество ресниц, всего прыщей на носу. Что писателю понадобилось бы для этого страниц 40, чтобы все это описать так же подробно, как фотография. Точно так же, со своим цветом, размером, наклоном и так далее. Понимаете, да? Сколько страниц понадобится писателю, чтобы описать простое человеческое лицо? Под каким углом сходятся линии глаз? На каком расстоянии от конческого носа до рта? А в изображении это все моментально получается автоматически. И мы можем оценить выражение этого лица красотой или уродством. Там же все зависит от миллиметров, да? Значит, вот что такое фотография и что такое литература. Фотография, значит, в литературе, он не находит нужным описывать ее внешность, подробность одежды. Мы должны об этом догадаться сами. Мы фантазируем. Так некоторые герои о них спорят. Там, ну, Татьяна из Евгения Онегина. Нигде ее внешность не описывается, у каждого она своя. Каждый придумывает сам свою, близкую ему, да? Образ. Зато там будет известно, зачем она, собака, вошла. Что ей там, собаке, нужно. Что с ней будет дальше. И вообще, для чего все это рассказывают. А на фотографии ничего этого вы не найдете. Там нету. И как ее зовут, вы не узнаете. И что будет в следующий момент, вы не увидите. И что было в прошлый тоже. Вот огромная разница между литературой, как временным искусством. Это наподобие театра, наподобие кино. Когда время движется, там есть рассказ, повествование. И фотографии, которые, в принципе, рассказывать не умеет. Ну, я сейчас опережаю время, тогда в ход идет фантазия. Фантазия. Если фотография волнует, если она запоминается, если она влезла к вам в душу, но ничего вы не понимаете, что происходит, вы придумаете свой вариант развития событий. Каждый слой. Это не страшно. Главное, что она вас задела, зацепила. Это фантазия принципиально. Потому что, когда в начале века изобрели фотографию, ну, естественно, там эти несчастные фотографии счастливые кричали, прыгали на потанка, что вот теперь это вот искусство новое. А художники, нормальные люди, говорят, какое может быть искусство? Какое может быть искусство в том, что это вот механический процесс вообще, оптический процесс. Где там искусство? Где там? Искусство, говорили, это всегда фантазия, всегда вымысел, всегда ложь. Хорошо, это, знаете, Теон Пикассо. Он сказал, искусство – это ложь, которая помогает говорить правду. Это вымысел. Ну, хорошо, ну вот фотограф снимет дерево у меня во дворе. Ну, и что у меня это дерево? Я, когда возвращаюсь домой, я перед ним там останавливаюсь и делаю одно такое маленькое дело. Это что, произведение искусства – это дерево? Оно же не может быть произведением искусства. В нем нет тонкости, благородства там того сего пятого-десятого. Может, говорит фотограмм. Настоящий фотограмм. В зависимости от света, в зависимости от ветра, движения, в зависимости от того, какую точку съемки я возьму, в какое время дня приду, что будет на небе и прочее, может быть, это дерево произведением искусства. Понимаете, да? Так что это просто показывает необходимость вымысла, что фотография тоже входит в ряд искусств, поскольку вымысль в ней не только возможен, но и необходим. Необходим. Но остается только понять, в каких же случаях фотография волнует и задевает. Фотография залезает в душу интересно и запоминается. Если на ней происходит непривычное что-то, как вы говорите, то, что человек видел, а наоборот, что-то необыкновенное, то, чего не бывает. У человека нет ног, он идет на работу на руках. Нет рук, идет на ушах. Вот это запомнится, это сразу, это сразу не на душу, но, по крайней мере, на мозг, на сознание. Фотография, если это какие-то уникальные события, там, мурсиане прилетели, да, но это все воздействие на сознание. А вот воздействие на душу, скорее, если есть в ней нечто какое-то тайно скрытое, как вот в этой фотографии, какая-то ассоциативная связь, какая-то мысль за счет сочетания объектов, да, которые фотограф взял в кадр. Она же взяла в кадр корабль и женщины, при том, женщина под кораблем, они близко, она заставляет их перекликаться, разговаривать, понимаете, да, вызывая тем самым определенные ощущения. Когда в этой фотографии буквально изображены или намечены какие-то проблемы жизни, настоящие, это умная фотография. И, конечно, когда она красивая. Вот, наверное, вот. Красивая не значит, что на ней красивая молодая женщина, может быть, старуха без зуба, а фотография будет красивой. Вот это надо понимать и как бы с этим не бороться. Ну, немножко фотографии живописи. Ну, по этому поводу хорошо сказал Гоя, известный человечек, да. Я не считаю волос в голове прохожего и пуговиц на его сюртуке. И моя кисть не должна видеть больше меня. Значит, он обвинил фотографию в том, что она считает количество волос, пуговицы и прочее. Вот главное отличие, конечно, в живописи от фотографии. Художники же они ленивые, понимаете, он ничего не будет изображать того, что не нужно. А у нас, я вам доложу, того, что не нужно такое огромное количество мелких деталей, подробностей, что деваться некуда. То есть ничего лишнего в живописи и всегда множество лишних деталей. Вот, естественно, вот эти вот штукатурка, вот там вот, да, пятна здесь какие-то, можно какие-то убрать будет и так далее. Ну, почему живопись, я здесь говорю? Потому что это фотография, здесь вот больной мальчик и учительский, потому что что-то такое. Ну, это как лечение, да. Вот, вот несопоставимое сочетание в живописи красного с зеленым, такого красного с таким зеленым, это напряжение. Это что-то тревожное, это боль какая-то, да. Вот здесь, то есть такой вот живописный контраст двух этих цветов, он используется и он действует на чувство зрителя, какое-то напряжение. Вот это сняла Наташа Харламова. Вот я смотрел на эти фотографии, думаю, где-то я это уже видел. И вы будете смеяться, я вспомню. Это Пикассо. Гладильщица называется эта работа Пикассо. Смотрите, вот это вот плечо, вот это вот, да, прямое. Голова склоненная. Вот это выразительность дает, это дает вот, понимаете, это дает вот интонацию какую-то. Действительно много общего. Это Сара Мун, такая американская фотография. Но это особая, там она слайд проявляла как цветной негатив, что-то или наоборот, такие резкие эффекты. Но это очень, очень красивое сочетание цветов и как современная какая-то картина, да. Хотя это фотография. Дмитрий Мозалёк есть такой, очень, очень его ценю. Дима, прекрасный фотограф. Это, знаете, это тоже, в общем, как бы, вот это просто целая картина какого-то там, я не знаю, Мадриана. Помните, который в квадратики рисовал такие? Не хуже, я скажу. В общем, Мадриан был бы доволен такой картиной. Так что непроходимых границ нет. Значит, связи или рифмы в живописи, они созданы художником. Он сочетает эту фигуру с этой подобием цвета, формы, размера. А фотографии, они возникают случайно. Иногда с ними надо бороться, иногда их использовать. В этом разница. Что же такое фотография? Что это за такой таинственный предмет на бумаге или на мониторе, в котором мы видим то, чего там нет. Трехмерное пространство и реальные предметы. Это фотография Грессона Париж. Иногда мы не понимаем, что мы видим. И трудно понять, что это такое. Это горы или лужи. Понимаете? Это пример, это объяснение в том, что... А фотография плоская. В природе, когда вы смотрите на эти далекие горы, если это горы, на самом деле, проще это лужи отражение, да? То вы не видите резко траву. Глаз же тоже наводится на резко, как объектив. Смотрите на траву, то есть глаз определяет расстояние. Одни из глаз понимают, что до этой точки одинаково расстояние. Проблема в этом. Так что иногда мы вообще непонятно, что там изображено. Иногда там изображено больше того, что было. Это фотография Грессона, прекрасная, да? Здесь какой-то корабль, мальчики на этом корабле, или скала. На самом деле, это тень от чего-то. Я долгое время не понимал эту фотографию, честно говоря. Потом она у меня открылась. Я понял причину. Одну мы разберем потом. Опять же, с его плоскостностью. С его плоскостностью. То есть это не уходящая вдаль поверхность, это фронтально стоящая черная масса. Ну, как в театре, кулиса, корабль. Ну, и мастерство Грессона в том, что он дождался момента, когда мальчики на палубе. Не здесь они стоят, а на палубе. Понимаете, да? Он выбрал этот момент. Осознав то, что он снимает. Иногда то, чего вообще не было в жизни, это же лужа, а не дерево. Как здесь оказалось дерево? Игра природы. Иногда противоположное тому, что происходило. Это Гуннель Бинда, психологический портрет. Ну, даже там идиотки, второкурсницы на журфаке у меня говорят, да, психологический. А почему? Что они на лице страдания, ее кто-то за ней стоит, тот с ножом. Или у нее там отрезано одно ухо. Нет, ничего. А портрет психологический. Почему? За счет композиции. Разберем, тогда поговорим. Значит, противоположно. Это она спокойно стоит позировать, а здесь какая-то драматичность, какая-то раздвоенность ее. Психологический портрет. И это так. Тоже Гуннель Бинда, великий снимок этого с ноженной натурой. Иногда в этом что-то потрясающе красивое. То, что волнует и запоминается. Здесь легенда любопытная. Значит, с одной стороны, его обвиняли, что все черное, вот, и что так, что он так прямо неправильно там освозился по меру. И он тогда придумал отмазку, чтобы не приставали к нему. Он говорит, понимаете, она пришла, действительно пришла девочка разделась. Ну, я тоже снимал в те годы, это было очень замечательное занятие, за которое мы уже в тюрьму будем сесть. Порнография ведь, однако, да. А девчонки приходили просто по типу неслабо. Кто-то сказал, мне говорит, неслабо. Вот пришла такая неслабо, три минуты посидела и ушла. Эта фотография обошла весь мир, это шедег. Я не знаю, видела ли она ее когда-нибудь. Он говорит, она пришла, понимаешь, ну, понимаете, говорит, ну, трусов она не сняла. Мне пришлось вот эту тень, чтобы как-то не было видно. Ну, неприлично же женщина в трусах. Вот. Но на самом деле это, конечно, все я вам дополню, потому что было именно так, как было. И дело не в этом, а этого придумано. А на самом деле это уникальное, потрясающее, с великим содержанием. И содержание в ней есть, и есть красота. Вот то, что цепляет и действует на душу. Почему, каким образом удается в каких-то случаях получить рассказ из жизни? Вот старушка и подушка. Как? Тотография не умеет рассказывать. Сочетание деталей. Да, мы говорим, известно, что подушка в жизни человека занимает не последнее место. На подушке он рождается, на подушке любит, на подушке проливает ночные слезы, в подушке он читает стихи, на подушке умирает. И поэт написал бы на эту тему прекрасное стихотворение. Где оно, я не знаю. А фотограф случайно, случайно снял свою бабушку на память, и получилась прекрасная фотография. Это, во-первых, это одно целое, два живое и мертвое. Это ее единственный и последний надежный друг. Ну и скоро она умеет, я скажу. Понимаете? Вот какой-то рассказ, какая-то информация важная. Не то, что там в Каспийское, в Голго впадает в Каспийское море, а из жизни что-то действительно, ну, настоящее, умное, тонкое. Бывает и так. Так что фотография, конечно, вещь удивительная в этом отношении. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok